Что касается сегодняшней лекции, то я бы хотела сразу внести несколько уточнений. Мы говорили с Аратом по поводу того, что это будет лекция не совсем про московский модернизм, потому что про него действительно уже довольно много сказано, известно, и благодаря как раз деятельности Москвы в блокзаминженера в том числе. Я попыталась сделать лекцию о взаимоотношениях Москвы как центра с республиками и в основном, конечно, с центрами республик. И это очень сложная тема, и я себя чувствую немного как огнец на заклании, потому что я прекрасно понимаю, что эти вопросы до сих пор стоят очень остро, и еще много лет в связи с политической ситуацией будут стоять остро. И впервые я столкнулась именно со стратой этого вопроса на международной конференции, когда мой коллега стал говорить, я не буду говорить в какой-то республик бывших, из независимого государства, стал говорить, что вы вообще колонизаторы, и ваша политика была абсолютно политика колониализма. Я стала как-то пытаться оправдываться, в общем, мы совершенно друг друга не поняли. И тут я осознала, что это действительно болит, и что, находясь в бывшем теперь уже центре, я, наверное, я говорю сейчас только за себя, я, наверное, не очень четко понимаю, насколько остро реагируют люди. Например, когда я писала статью про кинотеатр в Алматы, и там написала где-то «Алма-Ата» через черточку, я получила через Фейсбук кучу достаточно гневных замечаний, что это, опять же, во мне говорят колониализм, хотя я вообще ничего не имела в виду. То есть это просто такой вот взгляд из центра, когда ты не вполне понимаешь, где ты можешь задеть, и я довольно искренне извинялась за это. В общем, и еще проблема в том, что, говоря об этих взаимоотношениях между Москвой и другими республиками, я прекрасно понимаю, что, родившись и прожив всю жизнь в Москве, я очень плохо осознаю тот контекст, который есть в республиках. Но в свою защиту я хочу сказать, что я постоянно пытаюсь что-то об этом узнать, разведать и действительно искренне понять. И для этого я как раз многократно разговаривала как со своими коллегами-исследователями из других независимых государств, которые раньше входили в состав СССР, так и я пыталась разговаривать с архитекторами поколения модернистов, которые работали в 60-80-е годы, и расспрашивать их непосредственно, как они это воспринимали, насколько было сильным давление центра, как они его обходили, то есть вот эти все какие-то вещи. И именно об этом я пыталась сделать сегодняшнюю лекцию. Я боюсь, что это будут какие-то иногда достаточно отрывочные, употребим слово, кейсы или ситуации, случаи, но я надеюсь на то, что они не бессмысленны, а на то, что они могут нам сложить, я не претендую на пазл, но они будут такими кусочками пазла, взглянув на которые в общем, мы, может быть, поймем, попытаемся понять, не хочу на себя брать слишком много, о чем этот пазл, как он мог выглядеть в целом. А те лекции, которые будут читать мои коллеги и друзья, потому что людей, которые изучают модернизм, все еще не очень много, и мы все друг друга знаем, и, к счастью, находимся все в очень хороших отношениях, я надеюсь, что они как бы сделают этот пазл гораздо более полноценным, потому что, естественно, поскольку лекция вводная и касается многих республик и сюжетов, вот, наверное, на что можно заменить слово «кейс», то я надеюсь, что картинка станет гораздо более четкой. То есть я просто попытаюсь набросать какой-то общий контур и прошу вас. Также я, кстати, еще хотела сказать, что я понимаю, что в зале могут присутствовать люди, которые лучше меня знают контекст каких-то республик, потому что в Москве много людей, которые, не знаю, прожили полжизни в Ташкенте, например, и, естественно, понимают лучше меня, как это могло быть устроено. Но я делаю все, что могу. Trying to do my best. Ну что же, давайте начнем. Перед вами знаменитый фонтан 15 республик. Я начну, на самом деле, немножко с предыстории, но постараюсь эту часть домодернистскую рассказать довольно быстро, потому что все-таки наш лекторий про модернизм, но мне кажется, что без такого захода будет хуже. Итак, начиная с момента создания СССР как государства, очевидно, что в 1920-е годы основной интерес состоял в том, чтобы создать некое единство, и поэтому разделение республик по каким-то национальным признакам абсолютно не входило в интересы государства. Кроме того, 1920-е годы – это первая волна модернизма вообще во всем мире, и тот период, когда различные национальные формы в общем и целом были не в чести. Мы можем вспомнить, я не знаю, Баухаус или Дестиль голландский. Понятно совершенно, что это плоскости формы, которые не демонстрируют каким-либо образом свою национальную принадлежность, если только очень косвенно. И перед нами один из наиболее ранних и наиболее выдающихся примеров – это Харьковский госпром, Харьков в те годы был столицей Украинской ССР, который, как мы видим, может быть перенесен, если не знать, кому он принадлежит, может быть перенесен, наверное, в любую из республик, абсолютно не обладая какими-либо национальными признаками, и скорее перепрекаясь с западной архитектурой того времени. Очевидно, что архитекторы из центра работали в других союзных республиках уже в 20-е годы, и я поставила какие-то рандомные абсолютно примеры. Например, проект, осуществленный Моисеем Гинзбурга для Алма-Аты, как вы видите, он здесь тоже через черточку, но это в связи с тем временем, в котором также не читаются какие-либо национальные черты. Гинзбург строил это здание, выиграв конкурс, и, соответственно, в описании к этому проекту он говорил, что он учитывает местный климат, учитывает местность, но, тем не менее, очевидно, что это все же не национальная, в таком колониальном понимании архитектура, так же, как и в проекте Константина Мельникова для Дворца труда в Ташкенте. В 1925 году впервые звучит фраза, которая стала затем определяющей, сейчас я посмотрю, видно ли, достаточно, мне кажется, но, может быть, для более отдаленных рядов не видно, впервые звучит фраза, которая стала определяющей для развития советского искусства и архитектуры, даже в большей степени, наверное, чем других искусств, о культуре, которая должна быть пролетарской по содержанию и национальной по форме. Потом эта фраза многократно цитируется уже в отношении архитектуры, которая как бы пролетарская или социалистическая по содержанию и национальная по форме. Как вы видите, она произнесена впервые в 1925 году, но тогда Иосиф Сталин еще играет не ту роль, которую он играл позже, после смерти Ленина, особенно в 1930-е годы, до своей смерти. И, соответственно, эта фраза не уделяется должного или того, которого стоило бы уделить в избежании дальнейших неприятностей внимания. В 1937 году начинает строиться ВДНХ будущий, и мы видим, что там уже строятся национальные павильоны, в том числе павильон Украины и павильон Украинской ССР, и павильон Белорусской ССР. Но они достаточно скромные. Собственно говоря, изначально ВДНХ не планировалось стать такой помпезной выставкой, какой она стала позже. И, соответственно, здесь также, на первый взгляд, нельзя сказать, какой нации принадлежит этот павильон. То есть эта тема слабо еще пока считывается и не педалируется. Но вот наступает 1937 год, я думаю, всем присутствующим очень хорошо известный, и Карл Лобян, который приближенный к Сталину архитектор, один из лидеров ВОПР, человек, который достаточно сложно, личность, вокруг него было много споров в последние годы, там, в связи с установкой памятника и так далее, не будем в него вдаваться. Но суть в том, что человек, который точно знал и очень хорошо чувствовал конъюнктуру, и он говорит о том... Ну, собственно, здесь длинная цитата, которая посвящена тому, что нужно больше работать над проблемой национальной формы советской архитектуры. Я думаю, что те, кто сидит ближе, могут прочесть целиком там все про это. И, соответственно, эта тенденция, она сказывается также и на ВДНХ, где появляется совершенно в ином виде павильон Украинской СССР, где очень экзотизируется. И мы знаем, что экзотизация – это один из признаков колониализма, когда другая культура очень гипертрофировано подчеркивается. И вот, соответственно, мы видим павильон Украины с хлебными колосьями, который достаточно близко выглядит к тому, как он потом реализуется уже после войны. И здесь тоже видно вот этот подход к другой республике, как к чему-то экзотическому, где водят необыкновенных размеров арбузы, необыкновенное полдородие подчеркивается там и так далее. И тогда же появляется павильон Грузинской СССР с очень странными колоннами, которые тоже показывают, что если в Советском Союзе идёт освоение наследия, начиная с 1932 года, то в Грузии это какое-то очень экзотическое наследие, такое невиданное, и это такой странный юг, который должен именно привлекать внимание своей необычностью. И там живут люди в каких-то национальных костюмах, тоже подчеркивается, полдородие там и так далее. И в общем, это касается всех павильонов. Вот павильон Азербайджана. Я, кстати, хочу обратить внимание, что и павильоны, все, которые я показывала, и Азербайджан тоже строят именно национальные архитекторы, то есть приехавшие, этнически принадлежавшие к тем государствам павильоны, которых мы видим. И здесь мы видим этот сотовый свод, свойственный мусульманской архитектуре, то есть экзотизация процветает. А вот павильон Казахской СССР, который перестраивает архитектор Безруков. Он немножко в начале, в 1937 году выглядел иначе. И потом им недовольны его перестраивают еще раз в 1940 году. И здесь мы видим тоже верблюдов, джамбула поэта. Все к тому, что вот какая экзотика есть у нас, посмотрите, вот какие разнообразные нации населяют Советский Союз. Но при этом все это богатство происходит на ВДНХ, потому что Москва – это самое главное, соответственно, объединяющее все остальные нации и государства. И про это снимается фильм со знаменитой фразой «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». То есть все самое главное, безусловно, происходит в Москве. И, соответственно, здесь я бы хотела процитировать как раз свою коллегу Анну Барновицкую, сегодня упомянутую многократно, которая в одном из своих текстов про ВДНХ пишет. «Как и принято было в колониальных системах, доминирующей нации полагалась нормативная, лишенная этнической конкретики архитектура. А вот республики должны были отличаться национальным колоритом. При всех усилиях, прилагаемых СССР для разъяснения отличия между Союзом Республик Свободных и империалистических эксплуатаций колоний, ансамбль ВСХВ 1939 года был предательски схож с колониальной выставкой, прошедшей в 1931 году в Париже. В обоих случаях национальный колорит в архитектуре зависимых территорий был продиктован из центра и не может считаться проявлением настоящего оригинализма». Ну вот эта выставка в Париже 1931 года с камбаджийским павильоном на первом плане, сходство с которым так сильно открещивалась Советский Союз с ВДНХ. И вот, соответственно, аллея выставки ВДНХ с павильоном Казахстана, очередной раз перестроенным на переднем плане. Вот его внутренняя структура. Затем начинается война, и в 1945 году Сталин произносит свой тоже знаменитый тост за русский народ. И он говорит о том, что русский народ является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящей в состав Советского Союза. После 1945 года архитекторы оказываются в довольно сложной ситуации. Собственно, им необходимо принимать решение, как им дальше проектировать, потому что неоклассика, к которой они обращались свободно, начинает ассоциироваться, в том числе и с фашистской архитектурой. И вот этот тост за русский народ считывается как намек на то, что в освоении наследия надо бы осваивать больше русского национального наследия. И в качестве примеров можно привести станцию метро Добренинска, спроектированную Павловым. И сам он пишет о том, что он опирался на порталы храма Покрова на Мерли. Другая интерпретация, что такое русское наследие, это станция метро Комсомольска, Щусево, которая опирается на русский ампир и на такое русское узорочье. И на ВДНХ, наконец, появляется, собственно говоря, павильон РСФСР, который изначально проектировался не как павильон СССР, а как павильон центрального Черноземья. Но здесь также идет опор на такую какую-то классику с коринфскими колоднами и с намеками на ампир тоже. И внутри этого павильона пишется фреска «Народы России построены для социализма». Здесь не очень хорошо видно, но суть в том, что народы России, которые как бы вообще-то многонациональные государства, представлены совершенно славянскими типажами, за исключением одной очень скромной девушки с таким восточным разрезом глаз. Ну и также строительство, точнее проектирование восьми и строительство семи высоток тоже идет с намеком на обращение к русской истории. И в постановлении сказано, что они должны быть связаны с исторически сложившейся архитектурой Москвы. А что же происходит в республиках в это время? То есть что там с пониманием национальной архитектуры? Ну, во-первых, Советский Союз начинает строительство высоток и в других городах Восточной Европы, там Варшаве мы помним высотку, и в том числе высотка в Риге, которую разрешают проектировать местным архитекторам. И вот это распределение из центра, кому можно проектировать главные выдающиеся здания, оно может быть таким карающим, когда это позволяется делать только приезжим из Республики, в России, из РСФСР архитекторам, либо более таким «милующим», в кавычках, когда это позволяется делать местным архитекторам. В данном случае это проектируют местные архитекторы, но они это делают под абсолютно явным давлением. И когда главный архитектор Риги даёт интервью в это время, он говорит, что высотка должна придать новые советские черты традиционному силуэту города. То есть строительство этого здания, безусловно, считывается как давление из центра, при этом их консультирует Талтаржевский и, например, не разрешает им сделать вот такой перекрывающий купол, потому что эти высотки должны напоминать московские высотки, а в Москве как бы высотки без куполов, и значит, в Риге тоже не надо. Таким образом она выглядит в итоге, да, вот коллектив её проектировщиков. И также по указке из Москвы в центре строится гостиница Рига, которая сегодня Балчук-Кемпинский, вот её интерьер. И она также проектируется по указке из Москвы о том, какой она должна быть. И откуда, собственно, я это знаю, я встречала с этим летом, с архитектором Юрисом Скалбергом. Это достаточно в возрасте уже человек, который, если я не ошибаюсь, в 50-м году закончил, нет, в 57-м году закончил архитектурный факультет Рижского политеха. И это, кстати, важно, потому что не во всех республиках были уже архитектурные школы свои, да, и там архитектурные факультеты. В Риге, соответственно, такой факультет был. И вот он как раз рассказывал об отношении к вот этой гостинице Рига и к сталинскому ампиру в целом. Да, и вот он пишет, что был открытый конкурс, и на этом конкурсе были представлены в том числе и современные по архитектуре здания, современные в понимании этого интервью, это модернистская такая стилистика межвоенного модернизма. И он пишет, что тот, кто выиграл конкурс, должен был согласовывать с Москвой. И из Москвы было указание, что нужно делать побогаче и с деталями. А местные архитекторы старались делать поменьше деталей. Нам казалось чуждым украшение всякое и пластические украшения. И когда была реконструкция, максимально украшение убрали. И это было наше отношение к декоративизму. То есть сталинский ампер, он называет декоративизмом, и отношение к нему в Риге было резко негативное. И вот здесь обратите внимание на то, что такое венчающее завершение главного фасада гостиницы, оно потом убрано. То есть это была попытка именно бороться с декоративизмом, бороться со сталинским ампером, как бы как снять с себя вот это давление Москвы. Что происходит, например, в Казахстане? В Казахстане в это время происходит формирование такого советского казахского стиля. И об этом я также беседовала с местным архитектором Алмасом Арденбаевым, который рассказал действительно много всего важного и интересного. Возможно, Анна потом тоже будет на него ссылаться, потому что это удивительный, конечно, источник, который знал в это время всё. И вот здесь как раз происходит история такая, что Академию наук Казахстанской СССР проектирует Алексей Щусев. То есть это такой некий засланный из Москвы специалист, который для казахов делает национальную архитектуру. То есть это, безусловно, может быть считано как проявление колониализма, потому что русский человек из центра приезжает из Москвы и учит казахов, как им сделать пештаг и купол. Пештаг – это вот эта арка входная, но я думаю, все это и так знают. Потом приезжает Рубаненко и делает дом правительства. Притом это уже такая засушенная версия, но тоже такая в национальном стиле. Соответственно, архитектор Простаков делает для них театр юного зрителя, точнее перестраивает из более авангардного здания. И на этом театре юного зрителя стоят вместе Джамбул и Пётр Первый, что, конечно, должно показать… Ой, извините, и Пушкин, это Пушкин. Что, конечно, должно показать единство русского и казахского народа. Мы видим, что все фамилии архитекторов, которые проектируют основные здания в Казахстане, это, конечно, фамилии не казахские. И интересно отношение к этому, потому что Алмаз Орденбаев, спасибо ему большое, дал мне стенограмму обсуждения Хрущёвского постановления 1957 года. Мы потом ещё вернёмся к этой стенограмме, где они как раз говорят о том, что активную роль в разработке национальных форм архитектуры Казахстана сыграли русские архитекторы – Щусев, Рубаненко, Арефьев, Простаков и другие. То есть, безусловно, здесь можно обсуждать, какая здесь присутствует доля лицемерия, когда казах благодарит русских за то, что они приехали и сделали ему казахскую архитектуру. Но, тем не менее, звучало это таким образом. Но у него были оппоненты, об этом мы поговорим, когда наконец дойдём до модернизма уже. Это театр оперы и балета, который они тоже потом обсуждают, в котором пытаются сочетать архитектуру классицизма в её русской дореволюционной ещё интерпретации с мотивами казахского зодчества. И это выглядит вот таким образом, и делают это тоже, соответственно, русские. И здесь чуть больше декоративизма и национальных мотивов в зале. И вот здесь как раз тоже в этой же стенограмме они обсуждают, что это синтез приёмов русской классической архитектуры казахского национального искусства. Всё это вместе создаёт черты новизны и современности. Ну, как бы, да. В Ташкенте происходит схожая ситуация. Туда приезжает Чусев, опять же, вездесущий абсолютно архитектор. И там тоже строят театр имени Алишера Наваи. То есть тоже архитектор из центра, который как бы формирует национальную архитектуру в Азиатских республиках. И там ещё интересно, потому что там есть шесть фойе по шести регионам, и их делают национальные мастера под руководством Чусева. То есть такой как бы московский начальник и местные умельцы, которые по его указке исполняют шесть разнообразных фойе. То есть всё это выглядело вот таким образом до войны. Всего пока два примера. И потом грядёт постановление об излишествах, которое очень много что меняет. Меняет привычный уклад, смешивает карты. Об этом, в общем, говорят абсолютно все. чтобы действительно это было весьма радикально. Что происходит в Москве? Ну да, уже упомянутая наша ВДНХ переходит от географического принципа к одрослевому. То есть павильон Азербайджана перестраивается в вычислительную технику, закрывается панелями, и всяческие национальные колориты стираются и заменяются на современность и на науку. Вот так он выглядит. Павильон Казахской СССР многострадальный, многожды перестраиванный, и очень колониальный, тоже превращается в павильон металлургии. То есть просто методом закрывания, зашивания и декорации. Но сегодня, как мы знаем, происходит уже обратный процесс. Москва становится, в смысле СССР в целом, становится гораздо более открытым для международной коммуникации городом. Хрущев едет в Америку, Хрущев едет в Финляндию, Сталин, понятно, никуда не ездил. Железный занавес становится чуть-чуть более проницаемым, несмотря на холодную войну. И в Москве происходит фестиваль молодежи и студентов, американская выставка, много всего разнообразного, когда люди могут познакомиться с представителями других рас, наций, и понять, что никто не находится в таком кольце врагов, что это всё люди. И появляется первая ласточка архитектуры модернизма, это Московский дворец пионеров. Уверена, что все его прекрасно знают. Это Покровский, Новиков, Егерев, Кубасов, Ионов, Хожакян. В 1962 году этот дворец пионеров строится, и на его фасаде появляется мозаика пионерский костёр, который тоже акцентирует внимание на разнообразии и равенстве наций, которыми представлен Советский Союз. То есть в отличие от фрески, советские люди построили социализм, здесь видно, что здесь сидят совершенно этнически разные дети, и они сидят в самом центре. То есть мальчик с такой кавказской внешностью сидит прямо у костра, девочка с восточной внешностью тоже в самом центре. То есть дети все совершенно равны между собой, и никакого засилия титульной нации здесь нет. И это новая волна интернационализма, потому что модернизм не случайно имеет ещё название интернациональный стиль. Через несколько лет под влиянием Москвы строится дворец пионеров в Киеве Авраам Милецкий с такой же стеллой для флагштока, тоже с широким остеклением, демонстрирующим вот эту вот остепельную открытость и лёгкость, и с мозаикой, выполненной супругами Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко, мы позже их ещё увидим, которые говорят о том же самом, что дети всех рас стоят в едином кругу, как бы им нет ни Элина, ни Иудея, все как бы равны и дружны. И этим же целям служит пионерский лагерь Артек, и надо сказать, что в это время, если почитать литературу 60-х годов, тоже посвящённую Артеку, то это в основном рассказы приблизительно такого содержания. Там, не знаю, девочка из Латвии поймала в своём колхозе больше всех рыбы, больше всех взрослых, а мальчик из Тувы помогал пасти оленей. То есть всё построено на том, что Советский Союз – это совершенно дружно, без всяких конфликтов, без каких-то выраженных национальных различий, живущие между собой дети и люди. И здесь абсолютно, конечно, интернациональная архитектура, опирающаяся на Корбюзье, из сборных панелей, за которых так радовал Никита Сергеевич Хрущев, гармонизирующая с природой. Это лагерь морской, который постепенно спускается… Нет, это прибрежный, по-моему. Короче, там несколько лагерей, которые постепенно спускаются к морю в полной гармонии с ландшафтом. И как же происходит восприятие этого постановления об излишествах в различных республиках? Сейчас я показала Москву, Киев и Крым. И здесь надо сказать, что вот эта формула, что архитектура национальная по форме, она очень мало распространялась на Украинскую СССР и Белорусскую СССР. То есть практически нет, кроме, может быть, нескольких интерьеров, или пока мне не удалось обнаружить, и мои коллеги из Украины тоже мне пока не рассказали, о каких-то ярко выраженных национальных формах в архитектуре Украины. То есть, видимо, с одной стороны, это не поощрялось из центра, а с другой стороны, моя коллега Евгения Губкина рассказывала мне, что в одном из интервью архитекторы ей говорили, что мы вообще сами не хотели делать ничего национального, потому что мы считали, что мы принадлежим к мировой, к западной ветве модернизма. И для чего нам вот эти все какие-то этнические штуки в 60-е, 70-е годы, мы это сами не хотели воспринимать. Но у меня нет этого в задокументированном виде, поэтому не могу вам предоставить. Но зато у меня есть в задокументированном виде это интервью с Юрисом Скалбергом, о котором я уже упоминала выше. И вот он рассказывает, что после хрущевского постановления это было освобождение. Все так радовались. Я тогда находился на третьем курсе. Я видел тех, кто делал дипломные работы. Это была громадная радость, что наконец-то мы освободились от так называемой сталинской архитектуры. В сталинское время это было, конечно, сильное давление. Все основные проекты должны были согласовываться с кем-то, чтобы получить оттуда одобрение или очень ценные советы, как надо правильно. То есть здесь мы вспоминаем высотку, которую как раз консультировал Алтаржевский из центра, и которая, соответственно, воспринималась как оскорбительное здание. Сейчас уже другое к ней отношение. Вот он говорит, высотка – это наше национальное восприятие, называемое декоративизмом сталинской архитектуры. Тогда же все архитекторы Латвии более-менее ли знали, что происходит, как развивается архитектура за границей. Считалось, что то, что создавалось там, модернизм – это более ценное, а декоративизм – это чужое для нас. То есть, соответственно, хрущевское постановление об излишествах, которое в Москве было воспринято неоднозначно, и на эту тему есть воспоминания литературы, есть воспоминания Хан Магомедова. То есть кто-то говорит, что постановление наконец-то вернуло советскую архитектуру на столбовую ветром мировой архитектуры. Кто-то говорит, что архитектуру убили как искусство, восприятие разное внутри РСФСР. Но, тем не менее, однозначно в странах Балтии или в прибалтийских республиках, как тогда считалось правильным говорить, переход к модернизму был воспринят полностью как глоток свободы, как освобождение от давления из центра. Это, мне кажется, достаточно важно. И здесь я еще хотела привести цитату из статьи моей коллеги Марии Дремайт про форму модернизма. И здесь она говорит, собственно, то же самое. То есть человек из Риги и человек из Вильнюса рассказывает одну и ту же историю. Я это акцентирую, потому что я все время пытаюсь не быть этим ненадежным рассказчиком, а предоставлять какие-то источники. И она пишет о том, что модернизм в Прибалтике возникает как формость критики сталинской архитектуры, которая считалась импортным стилем вместе с приезжими руководящими архитекторами. И в Латвии, Литве и Эстонии однозначно совершенно наступивший модернизм был воспринят как возможность повернуться к европейской архитектуре. То есть при том, что 60-е годы это еще как бы далеко до распада СССР, но тем не менее здесь уже как бы желание отдалиться от центра и повернуться в первую очередь в сторону Финляндии. Потому что здесь в следующем слайде, я не буду его целиком зачитывать, но она пишет о том, что их в первую очередь привлекал национальный романтизм и финский алтовский модернизм, к которому они обращались. И, соответственно, алтовский модернизм 30-х годов, еще предвоенный. И дальше они начинают ездить, это как бы из Москвы, из Петербурга, из Ленинграда и в том числе из Риги тоже все ездили в Финляндию и очень смотрели на Алта. Но это на самом деле одно из ранних модернистских объектов, кафе, которое не очень сильно отсылает к Алта. Это скорее такой как раз интернациональный язык, и схожие вещи происходили и в Москве. Но тем не менее, это попытка отсылки уже в интерьере к витражам, то есть к национальному романтизму, к таким текучим формам, как этот дворец бракосочетания в Вильнюсе. И еще и достаточно интересный сюжет, когда рижские архитекторы были приглашены строить как раз станцию метро «Рижская» в Москве, и в том числе они из Риги привозят с собой мозаичные плитки, на которых изображаются какие-то важные для них по смыслу объекты. Это порт и рижский рынок. И вот здесь еще обращение в Эстонии к национальному стилю, к двускатным кровлям. И очень много также было дерева в интерьере, которое, с одной стороны, снова же нас отсылает к Алта, к его памятникам, а с другой стороны, источник советского модернизма в странах Балтии, это еще более западный, и северный финский модернизм, в первую очередь. А с другой стороны, к их местным традициям архитектурным, к двускатным кровлям и так далее. То есть вот это восприятие перехода от Салинского вампира к модернизму в прибалтийских республиках. Что же происходит на Востоке? На Востоке как раз здесь я буду опираться на… Опять же, вот мой коллега Борис Чукович, который помог мне очень с подготовкой этой лекции, который является как раз лучшим вообще специалистом по архитектуре Советского Узбекистана. Я надеюсь очень, что его удастся вам тоже послушать. Он говорит о том, что когда ты говоришь «Восток», нужно всегда ставить кавычки, потому что это Восток в представлении как бы западного человека в Востоке. Но здесь как бы, собственно, по концепции ориентализма Эдварда Саида. Ну, в общем, здесь тоже стоят кавычки. Что происходит на Востоке? В частности, в Казахстане, откуда у меня есть вот эта стенограмма, происходят очень жаркие споры по поводу того, как воспринимать вот это московское постановление. И надо сказать, что казахские архитекторы разбиваются на два лагеря, один из которых возглавляет архитектор Мендикулов, которого мы с вами уже встречали, и который упоминает о том, что… Большое спасибо русским архитекторам, что они помогли нам создать казахскую архитектуру. И другой архитектор – это Николай Ряпинский, который был сослан в Казахстан и потом там остался, и который как раз ратует за то, что архитектура должна быть современной, архитектура должна быть интернациональной, и никакие ссылки на исторические источники совершенно не могут присутствовать как бы в второй половине XX века. И вот здесь есть цитата. «Наши национальные формы в архитектуре должны, прежде всего, проистекать из климатических особенностей, а обильное применение орнаментики или, как её называли, декоры, не решает эту проблему, а только уводит от правильного пути. Нельзя рекомендовать для применения в наше время при современной строительной технике стрельчатую арку, купола, пештаки и другие формы». То есть Ряпинский здесь выступает именно как настоящий модернист и опирается, в общем-то, на конструктивистов 20-х годов, которые тоже говорили, что в местной архитектуре нужно учитывать только климат, а все вот эти национальные формы необходимо отмести. Ряпинский строит несколько объектов, то есть побеждает, естественно, на волне своей эпохи, побеждает группа модернистов, если можно так их назвать, и Ряпинский как раз строит со своими друзьями и коллегами несколько зданий, полностью отражающих вообще современный стиль. Это Казгурпостройпроект, институт, в котором, собственно говоря, не все потом и стали работать, гостиницу Алма-Ата и библиотеку имени Пушкина. В общем, несколько объектов, каждый из которых абсолютно современный, это дома на ножках, со сплошным остеклением. Но здесь интересно, что хотя Ряпинский призывает к учету климата, но в этом же Казгурпостройпроекте по воспоминаниям было абсолютно невозможно находиться, потому что Алма-Ата – это, безусловно, жаркий климат, вот эти сплошные остекленные окна и экономика, и, собственно, умение тогда еще не позволяло делать какое-то очень мощное кондиционирование. И, в общем, там было очень жарко, и им приходилось завешивать окна всякими газетами. Ну, в общем, все понятно. В Узбекистане, происходит несколько иначе, потому что там к началу 60-х годов уже формируется достаточно сильная команда местных архитекторов, и им удается создать несколько шедевров буквально модернизма. Я думаю, вам про них потом еще тоже расскажут. Это панорамный кинотеатр, который, с одной стороны, абсолютно современный по своему виду, состоит из двух корпусов, плоского и усеченной каннелированной колонны, который там суперустойчивый в смысле сейсмики и который прогремел на весь Советский Союз как именно достижение узбекских архитекторов. И ЦК Компартии Узбекистана, которая сегодня выглядит достаточно простенько, но тогда он воспринимался тоже как архитектурное достижение. То есть в Узбекистане среди архитекторов достаточно быстро воспринимается это постановление, и вот этой партии борцов нет, или я пока о ней не знаю, как бы партии ретроградов. Интересный тоже, если так можно выразиться, кейс с театром драмы в Махачкале, который строит московский архитектор Геннадий Мовчан и Владилен Красильников. Собственно, я расспрашивала как раз Владилена Дмитриевича об этой истории, и я спрашивала его, почему вы из Москвы приехали строить театр в Махачкале. И он рассказал мне следующее. Он сказал, что тогда были титульные списки госплана, в которых как раз началось, сколько театров где строится и какие на них выделяются финансирования. И эти заказы, поскольку Махачкала не была одной из 15 республик, она была автономная республика, но не обладала таким статусом, как, например, Казахстан, то заказ получил гипертеатр, в котором как раз Красильников работал под руководством Мовчана. И выделялись деньги, там разные были формулы, сверхлимитные, малолимитные и так далее. И этот кинотеатр удалось им убедить превысить лимит. Он сделан из наливного железобетона, что для здания, строившегося при Хрущёве огромная редкость, потому что Хрущёв ненавидел бетон и требовал, чтобы всё строилось из панелей. И я спросила, почему вы не делали его из панелей, если Хрущёв этого так требовал. Он сказал, ха-ха-ха, это нужно было бы в Махачкале строить завод по производству панелей. Там такого завода не было. Ну и, соответственно, мы получили чуть больше творческой свободы и могли сделать. Здесь очень интересно, потому что здесь пятиколонный портик, какое-то такое очень странное образование. И я спросила, почему же Мовчан, какое он имеет отношение, как бы он ученик Веснина и какое имеет отношение к Дагестану. На что Володя Леонид Дмитриевич мне сказал, что Мовчан был вообще увлечённым исследователем архитектуры Дагестана. Он написал книгу «Старый аварский дом в горах Дагестана». Если я не ошибаюсь. Ну и, собственно говоря, он был действительно лучшим исполнителем для этого заказа. То есть, несмотря на мнение, что когда московский архитектор приезжает строить республику, это чистый колониализм, который всегда должен восприниматься негативно, здесь, на мой взгляд, получился действительно очень хороший сплав каких-то местных традиций и облика с модернистской архитектурой. И надо сказать, что я специально сюда поставила театр драмового Владимира, чуть-чуть более поздний, но как бы как наоборот неудачный пример попытки сделать такой некий модернизм с национальным оттенком. И вот этот архитектор Григорий Пантельмонович Горлышков еще совсем недавно он был жив, возможно, он и сейчас жив, дай ему Бог здоровья в таком случае, в интервью рассказывал в своем, что мы понимали, что наш театр будет стоять на древней Владимирской земле, известной своими историко-архитектурными памятниками, учитывая это при создании проекта. Следуя традиции Владимирских зодчик, широко использовали в отделке здания белый известковый камень, а фигура скомарохов на фасаде театра сродни рельефам древних храмов. Черная медь, фризы, белая облицовка стен, такое сочетание цветов тоже характерно для старых русских построек. Я это говорю к тому, поскольку я считаю, что это здание абсолютно неудачное, и при этом оно стоит прямо рядом с Дмитровским собором. Это пример того, что иногда архитекторы из центра могли в республиках сделать что-то действительно высококлассное, и в то же время, работая со своей собственной архитектурой могли сделать менее удачный проект. Что касается Армении, здесь я тоже сошлюсь на своего друга, коллегу, и, наверное, наиболее крупного исследователя по армянской архитектуре Рубена Ревшатяна, который рассказывал мне тоже несколько историй о прецедентах того, как принималось постановление об излишествах и переход к модернизму в Армянской СССР. То есть, по его словам, так же, как и в Москве, восприятие было абсолютно неоднозначным и зависело как бы от предыдущей судьбы архитекторов. То есть, например, Качар и Мазманян, которые работали еще в первую волну модернизма, которые находились потом в ссылке, они восприняли это постановление как некое возвращение к своей молодости и вполне с энтузиазмом. Были архитекторы, которые первые годы таким архитектором был Рафаэль Исраэлян, известный герланский архитектор, армянский архитектор, которые на несколько лет вообще перестали работать, потому что считали хрущевское постановление разрушающим архитектуру. Вот этот прецедент с Чайкой архитектора Копяна, которая, эта Чайка, как инсталляция, была построена специально к приезду Хрущева на дороге к Сивану для того, чтобы он оценил как бы свободное обращение армянских архитекторов с модернистскими формами и их переход к новой стилистике. Никита Сергеевич полностью разнес Чайку, потому что он сказал, что вы сволочи потратили драгоценный бетон ни на что, то есть у нее нет функции, это просто для красоты, а бетон, из которого могли бы быть построены дома или промышленные объекты, израсходован. Вот, соответственно, как раз Качарам из Манян построили кафе, столовую дома отдыха писателей, и здесь интересно сочетание как бы архитектуры 60-х, вот такой на тонкой ноге, на сложном рельефе, с большим остеклением, с архитектурой 30-х годов, которую тоже они же и возводили. И вот Рафаэл Исраэлян, который на 4 года прекратил вообще свою практику, но зато потом построил ресторан Рагил, который стал совершенно культовым в армянской архитектуре, потому что здесь внутри армянский туф, вот этот красный, здесь светлый туф, и Рагил – это аист, то есть это, собственно говоря, только конец 50-х годов, но в армянской архитектуре, в отличие от, например, казахстанских примеров, которые мы видели чуть раньше, уже считывается вот эта национальная школа, то есть как бы они пытаются делать считываемую национальную архитектуру, несмотря на вот это засилье и моду на интернациональный стиль. И мне кажется, что отношение армянских архитекторов с центром можно характеризовать таким выражением, наверное, не очень подходящим для лекций, как фига в кармане, или какая-то постоянная игра в подтасовки, в поддавки, с целью получить все-таки тот результат, который нужен лично тебе. Вот это 1961 год, мемориал 40 лет Советской Армении Джима Тарасяна, который, как рассказал мне как раз Рубен, назывался в Армении «Мечта импотента». Ну как бы это, в общем, понятно, но и точно так же назывался «Наш монумент к покорителям космоса» на ВДНХ. Но по словам Рубена, в этот момент уже вкладывалось как бы некое неверие в советский проект, в то, что как вот этот мемориал как бы Советской Армении с таким издевательским названием как бы обозначает в том, что советский проект не имеет потенциала, такая игра понятий. И через несколько лет на этом же мемориале был воздвигнут, то есть он там был переназван как-то немножко, и на нем был воздвигнут вот этот символ. Это, боже, не буду рыться. Ну, в общем, это в найденном древнем кубке печать, которая несколько тысяч лет. А, вот что. И как раз, когда эта стела переделывалась, отмечалось 2750 лет с первого упоминания крепости Рибуни, до бед будущего Еревана. И, соответственно, здесь тоже был такой посыл, что это вроде как абсолютно модернистское по своему виду сооружение, и оно как бы отлицетворяет тоже советизацию Армении. А, с другой стороны, что такое 50 лет Великой Отечественной революции, 67-й год, когда была воздвигнута вот эта навершия, по сравнению с тем, что Еревану 2750 лет. Ну, это смешно, 2750 и 50. И поэтому понятно, что Армения — это гораздо более древнее и значимое государство, нежели существующий несчастный 50-летний отрезок. И как в постмодернизме, который предполагает два слоя, несколько слоев, и там в том числе тот, который считывает широкая публика, и тот, который считывает интеллектуальная публика, здесь очень хорошо как раз понять. Ну и вообще многие здания в архитектуре Еревана как раз имеют такие некие отсылки к национальной истории, даже если выглядят абсолютно модернистски, как, например, этот кинотеатр «Россия», ну ладно, здесь не буду останавливаться, который отсылает нас в то же время к двум вершинам Арарата, ну и там немножко к консолям Мельникова. Или, например, в 68-м году уже возникает Сардоопат на мемориальный комплекс, посвященный великой битве между армянами и турками. И здесь, конечно же, вовсю мы видим именно национальную архитектуру и именно с отсылкой к древности. То есть вот этот модернизм как интернациональный стиль в Армении просто вообще практически не работает. И еще одна история про то, как армяне обхитрили москвичей, если можно так выразиться, это история с ереванским метро, потому что в Ереване довольно, в конце 60-х годов уже планировал строить метро, но на то, чтобы строить метро в столице республики, нужно было получить разрешение из Москвы. И как они пытались добиться этого разрешения? То есть вначале они отправили туда заявку в 67-68 году о том, что они хотят иметь подземный трамвай в надежде на то, что метро... В чем была проблема? Проблема была в том, что в Ереване не было миллиона. Он не был миллионником, а миллионнику, не миллионнику не полагалось метро. И, соответственно, они писали, что мы не миллионник, нам не положено метро, дайте нам подземный трамвай. Но эта история не прокатила. И тогда они стали говорить, что... Ну, тогда, во-первых, они стали вести такую политику государственную, которая способствовала переселению жителей из деревень в пригороды Ереван, чтобы можно было их считать. А во-вторых, они стали говорить, что в городе очень тяжелая транспортная ситуация, пробки, и мы не можем без метро, значит, ездить. И тогда была прислана специальная счетная комиссия из Москвы, то есть это люди, которые должны были стоять на светофоре со счетчиками и считать, сколько там действительно ли перегружено движения. И вот эти транспортные структуры, ГАИ советская, они специально стали перекрывать светофоры на других трассах, то есть сообщали по рации, перекрывали полгорода и реально моделировали постоянно пробки все время присутствия этой комиссии, и они реально добились своего. То есть проект метро был принят, но, правда, он довольно поздно стал строиться, но как бы тем не менее. То есть это немножко про взаимоотношения армянской СССР с центром. Что по поводу Ташкента. В Ташкенте в 66-м году происходит страшное землетрясение, и город, не будем говорить громких фраз про то, что там был сравнен с землей, но действительно очень большой ущерб, и в Ташкент приезжает Андрей Станиславович Косинский, один из главных архитекторов, работавших в республиках и приехавших из Москвы. Хотя в глубоком детстве, если я не ошибаюсь, до трех лет, Косинский жил с родителями в Ташкенте, и именно это его побудило после землетрясения приехать строить там. И он остался там на 20 лет и разработал, и построил довольно многое. И это человек, который пытался как раз сочетать модернизм и национальные традиции, будучи при этом не представителем нации. То есть это тоже такой кейс, если можно так выразиться. И в частности один из его объектов это хамам, традиционная баня, которую он пытался придумать, как построить, сочетая современный облик с некой традиционной системой. И он придумывал систему охлаждения, он рассказывал, он умер чуть больше года, мне кажется, назад, он замечательный был рассказчик. Я думаю, что любой заинтересованный может найдет в Ютьюбе довольно много роликов, где он сам про свою архитектуру рассказывает гораздо лучше, чем я. Он рассказал, что он смотрел на глиняные кувшины, а в Узбекистане эти глиняные кувшины были не обливные, они потели. И он понимал, что как раз за счет этого вода в кувшине охлаждается, за счет испарения со стен, и внутри она остается прохладной. А поскольку узбекские бани не горячие, то есть там не нужна вот эта супервысокая температура, только в самом последнем зале, то он как раз придумывал систему отопления подземного и охлаждения за счет куполов, которые сделаны так же, как вот эти сосуды, и которые, соответственно, способствуют испарению воды и поддержанию в разных залах. Вот здесь видно по схеме, там как нарастает температура в залах, разная температура. Еще один проект реализованный тоже, как и бани, это жилые дома на улице Богдана Хмельницкого, и для них он разрабатывал специальную систему солнцезащиты, которая учитывала угол стояния солнца, и, соответственно, когда солнце стоит высоко, летом, 72 градуса здесь написано, то эта солнцезащита не позволяет прямым лучам светить в квартиру. А когда зимой температура воздуха опускается до минус 15, как он сам говорил, там изуверский климат, то, соответственно, как бы солнце более горизонтально находится и позволяет нагревать жилые помещения. Кафе «Голубые купола», которое прославилось тоже на весь Советский Союз, но здесь интересно, что как раз по рассказам Бориса Чуковича это кафе, которое как бы в центре воспринималось как замечательный объект архитектуры, в самом Ташкенте критиковалось как нечто слишком национальное и недостаточно современное. И в Ташкенте, как я уже говорила, у них к началу 60-х годов уже сформировалась архитектурная школа, которая была очень модернистски настроена и не склонна к созданию вот этих национальных форм советской архитектуры. То есть идея национальной форме архитектуры их привлекала в меньшей степени. И вот они разработали в 67-м году проект центра Ташкента, который, безусловно, отсылает нас к проекту города Бразилия, построенному Оскару Немеером и хорошо известному в Советском Союзе. А вот проект центральной площади Ташкента или площади имени Ленина тоже разработаны местными архитекторами и, как вы видите, абсолютно модернистский, без неких отсылок вообще к локации. Но там произошла такая интересная вещь, что ташкентские архитекторы дважды выиграли конкурс на центральную площадь Ташкента, и после этого заказ ушел в Москву. И это какая-то была непонятная совершенно история, то есть как так получилось, почему вместо того, чтобы поддержать местных архитекторов, которые тем более в соревновании с ленинградскими, московскими, ташкентскими архитекторами дважды занимают первое место, почему вдруг проектирование передается в Москву. И здесь я зачитаю неопубликованный текст Чуковича, это будет быстрее, и точнее, чем, нежели я попытаюсь рассказать об этом своими словами, но это, мне кажется, интереснейшая ситуация о взаимоотношениях между центром и республиками. Итак, перевод заказа в цене зрелищных и спортивных зданий в Москву не был традиальным событием. Во-первых, профиль московской институции, сфокусированный на спорте и зрелищах, никак не предполагал продактирование административных офисов. Во-вторых, ЦНИЕБ был сформирован в 1964 году, то есть непосредственно перед получением заказа, и поэтому не обладал, в отличие от ташкентских проектных институтов, опытом проектирования административных учреждений. В-третьих, хотя в Москве в 60-е годы действовали головные институции, чьей специализацией было проектировано для всего СССР каких-то особых типов зданий, как гипертеатр, кейсы с Дагестаном мы рассматривали, их деятельность обычно не распространялась на главные правительственные комплексы советских республик. Возведение таких комплексов было своеобразным вопросом чести для республиканских элит, поскольку они представляли главную парадную витрину национальной идентичности. То есть мы понимаем, что это вопрос чести, и вдруг заказ уходит в Москву, непонятно почему. И вот он пишет вот о чем. На наш взгляд ташкентский какст может быть следствием внутреннего дискомфорта, испытанного республиканским руководством, а точнее лично Шафаром Рашидовым при виде искреннего увлечения зодчих Ташкента интернациональным стилем. Любые нарочито декоративистские и тем более исторические формы встречали в 60-е годы резкую критику в профессиональной печати, а также в стенах архитектурного факультета. Например, кафе «Голубые купола» некогда фигурировало в разговорах шестидесятников как образец бездумного декоративизма. Под спудной осью деленности Рашидова при всей ее неоднозначности оставалось национальное строительство. В условиях мультикультурного мегаполиса, каким в 60-е годы становится Ташкент, эта задача стоила в себе немало противоречий и конфликтов. Один из них заключается в том, что пестрый в этническом отношении и космополитичный в культурном плане Ташкент жил идеями новой архитектуры, стремившейся противопоставить различным стилевым традициям прошлого единый и универсальный язык современности. В этом контексте Рашидову парадоксальным образом было легче опереться на москвичей, нежели на ташкентцев. В Москве, где отепель не отменила лозунг «культура национальной по форме», идея строительства национально маркированных сооружений оставалась естественной творческой задачей для строительства на советской периферии. Рашидов поощрял создание именно национальной архитектуры и руководители только что образованного московского ЦНИЭПа, получившие престижный заказ, были готовы удовлетворить пожелания высокого клиента. Вот что в итоге получилось. В итоге Розенов, Мессенцев и Жестопалов проектируют здание музея имени Ленина, и они проектируют административный комплекс, которые оба декорированы специальными солнцезащитными решетками. Эта решетка называется Панджара, и она имитирует национальный узбекский орнамент. И таким образом получается, что даже в тот момент, когда местные архитекторы выиграют конкурс, но руководство, не желая получить интернациональный стиль, а желая получить национальный стиль, обращается в Москву для того, чтобы приехали москвичи и сделали что-то в национальных формах. Это абсолютно парадоксально, но это тоже поворачивает нас к неоднозначности отношения к центру как колонизаторскому, к колонизатору, потому что вот есть кейс, когда напротив поступает заказ из столицы республики на национальную форму, сделайте нам так. Это микрорайон Калькаус, где Косинский пытается проектировать коммунистическую махалю. Махаля – это традиционное жилище, и он пытается сделать здание, в котором существуют такие специальные рекреационные помещения, в которых должны общаться. Это традиция «востока», опять же, в кавычках, как научил меня Борис, когда старейшины и разные люди постоянно находятся в общении. И там он проектировал специальное пространство для традиционного общения соседей с соседями, но это нереализованный проект. А в Алмате в это время Миндикулов, который проиграл в битве с Ряпинским, который презренно отзывался об исторических формах для современной архитектуры, уже в 66-м году в некотором роде берет реванш и строит здание ЗАГСа, которое, конечно же, наполнено символикой двух колец, но опять же, с теми же солнцезащитными решетками. И в 73-м году опять же, происходит новое обращение, то есть там, где произошел полный откат к интернациональной архитектуре, где сталинский ампирс, его имитация национальных форм был заклеймен, буквально через 10 лет происходит новое обращение к национальным форумам, которые просто теперь надеваются на модернистскую оболочку. И надо сказать, что получается весьма качественная архитектура. Вот это еще один пример взаимоотношений с Москвой, потому что это здание банного комплекса, которое было построено как бы в Пандан банем в Ташкенте, потому что Алма-Ата и Ташкент конкурировали в это время между собой, и если в Ташкенте построили Локосинский огромный банный комплекс, то Алма-Ате было как бы непрестижно оставаться без собственного. И здесь просто на уровне партийного руководства удалось договориться с Брежневым по поводу выделения дополнительного бюджета. То есть Москва в меньшей степени контролировала именно эстетику, тем более, что Брежнев вообще мало интересовался архитектурой, но в гораздо большей степени контролировала финансы. И непосредственная способность руководителей республик, в данном случае Кунаева, договариваться с москвичами очень часто могла сыграть свою положительную роль в появлении крупных зданий в республиках. Это интерьер, который тоже сочетает в себе модернизм и традиционализм. Немножко, буквально пару слов я скажу о белорусской и украинской СССР, там мы не наблюдаем никаких, ну по крайней мере я не наблюдаю, я очень надеюсь, что вам более точно расскажут об этом местные люди, никаких национальных форм, то есть это большее обращение на запад, это брутализм, как в данном случае, это сложные структуры, которые очень любили и в Москве, и в Беларуси, и в Минске, и в Киеве. Вот это, например, киевская гостиница салют, который проектировался как гораздо более высокая и который должны были срезать, и то же самое происходит в Крыму, то есть там санатории, которые, ну в отличие от, например, я не показываю сейчас, но тем не менее, там от санатория Пицунда в Абхазии, который наполнен мозаиками с абхазской тематикой, с пустухами в бурках и так далее, то в Крыму ничего подобного не происходит, то есть это в основном такие мегаструктуры абсолютно обезличенные остающиеся, то есть и Украина, и Белоруссия, и РСФСР, Украинская ССР и Белорусская ССР, они как бы остаются такой некой титульной нацией, которая как бы не нуждается в подчеркивании собственной национальности, вот, и в конце уже лекции, да, я приведу случай именно самоцензуры, потому что мои украинские коллеги говорят о том, что руководство украинское, да, в том числе архитектурное, очень боялось все время потерять свой пост, и что приедет как бы некое начальство из Москвы, и у них будут неприятности, да, и вот эта ситуация с крематорием в Киеве, одним из лучших позднемодернических зданий на территории СССР, в общем-то, здание, скульптуру собой представляет, и в которой есть некие отсылки как бы и к древности, и к вечности, да, к нему была запроектирована огромная мемориальная стена памяти, да, монументалистами Рыбачук и Мельниченко, я вам у них уже показывала мозаику в Киевском дворце пионеров, которая строилась более десяти лет, и которая рассказывала всю историю человечества, и в итоге местный руководитель просто действительно испугался, что она слишком, выражаясь современным языком, депрессивная, и что если в Москве о ней узнают, то его снимут с работы, да, в итоге эта мозаика была залита бетоном, то есть она строилась семь лет, и за несколько дней там привезли 300 тонн бетона, и просто сверху ее залили, и это то, что украинцы всегда приводят как пример самоцензуры под страхом давления из Москвы, да, и сейчас на волне декоммунизации они пытаются расковырять обратно эту мозаику, и насколько я знаю, ой, извините, не мозаику, этот рельеф, и насколько я знаю, там какую-то часть ее удалось вытащить, но, естественно, сделать это в полном объеме практически невозможно, она утрачена, и это такая как бы боль именно такого попорного произведения искусства под давлением центра. Вот, что сегодня происходит с этими зданиями, безусловно, у них очень разная судьба, да, вот это музей революции в Вильнюсе, который сегодня превращен в национальную художественную галерею, она буквально вот сейчас должна открыться, я была там этим летом, и там заканчиваются строительные работы, и, соответственно, да, это полное сохранение здания с заменой как бы экспозиционного материала, который не влияет на архитектуру. Музей латышских стрелков в Риге сейчас реконструируется и превращается в музей оккупации Латвии, зачем он там уже действует, но сейчас происходит реконструкция здания, и, не знаю, вот на проекте кажется, что вот эта часть его сохраняется, на самом деле, опять же, из того, что я видела, она сейчас стоит в ободранном состоянии, и как бы, ну, нет у меня полной уверенности, да, с учетом того, какое отношение к советскому периоду истории Латвии, будет ли это действительно реконструировано с каким-то внимательным подходом как к наследию, но будем на это надеяться, потому что здание довольно достойное. А что касается Ташкента, то там эта площадь приобретает более гламурный вид, то есть вот здесь здесь, где они видят только кусок, здесь сделано золотое стекло, здесь сделано голубое стекло, и то есть от зданий сохранится только некий остов, но в действительности их облик полностью искажается, и многие издания сносятся. Но с другой стороны, я думаю, что вряд ли мы можем пенять на республике, с учетом того, что, собственно, происходит с архитектурой модернизма у нас самих, и что его практически невозможно поставить на охрану, да, и даже там такие ключевые, самые известные памятники, как дворец пионеров сегодня находится под угрозой, поэтому, в общем-то, наверное, нечего удивляться, что в других республиках тоже не все всегда гладко смотрят с архитектурским наследием. Спасибо. Спасибо.